Украинская Аграрная Рада. Простите, я не хочу у вас есть. Знаете, что судебные рекорды давно говорят и все время ставят вопрос. А что, собственно, необходимо сделать для того, чтобы суды с одной стороны были независимы, а с другой стороны, скажем так, не потеряли связь с реальностью и не превратили в самозамутную систему, которая представляет свои интересы, не общественные. То есть какие механизмы обратной связи вы хотите заложить в ту систему, в которой вы хотите? Предлагаете построить? В чем концепция вашей судебной рекорды? Дякую. Это очень просто. Пять простых вещей. Первое, судья, можете порадиться на конкурсной засадок. Сейчас они уже запропонованы, но реальнее дело тупо технических и других вещей, как они здесь делают. Мы предлагаем возможность все такие заработки реально независимо. Другий момент. Мы говорим вам про то, что правосудки, в том числе, мое стартое электронное. Потому что, когда я ручно разбуду справ, и судья в Ичар-Даните, то вы же в этом не маніпулюваете. Третий момент. Мы говорим вам про то, что студенты, студенты, там, обрядование, насправді, неможливо без грошей. Суды должны стать активным участником в распространении бюджетных костей. И нам надо заниматься много порядков бюджетов. Это раньше тоже подключает такого. Наступнее, наверное, мы говорим про максимально доброчей в суде. Сегодня у нас есть три ДАГАНа, которые выигрывают походу, потому что здесь не проблема. А нам потребна целая линейка по ДАГАН. Не повезково тихий ДАГАН, как комиссия ДЕКТИ, багато чиновнического. Нам важно потребна большинственная процедура притягивания до неправедливости, и, в то же, большинственная процедура защиту своих прав в суде. И пятый крок, который нужно сделать, это дать возможность людям самим выбирать свое самоврядувание. Потому что сегодня это надеящее время, что приходят какие-нибудь пять ков, которые больше закономят походу, и скуповывают люди, чтобы дальше выжить себя на посаде. И только через активность людей в конкурентных залах это просто не траткается. Потому что, по-другому, потребна эксплуатации, не бояться, как бы обращаться к обращению к обращению. Как бы, Олексей Горгиевич, мы еще в Соловине маем рефрику, что-то с этого. И, пожалуйста, первое, мы начнем. Зазнанегидьма, якуете мене, чтобы я вам передавала микрофоны. Люди, якушу поставить питание в залу, чтобы просто я вас залегідь бачила. Ну, ознакомьтесь за мной, какой-то визуальный контакт, чтобы вам передали микрофон. Дякую. Вы знаете, абсолютно точно, чтобы достигнуть такого серьезного результата, то нужно кинуть и понимать, что мы делали решение. Сейчас я говорю, что с этого людей, доступна тема протестащей государственной реформы, по поводу возможности изменения порядка и суть его скажетно-соборфоничных. Как вы оставилися до того, чтобы судья, как вы помните решения обращения к обращению к обращению к обращению к обращению к обращению к обещению? Просто через это, ну, не готовы, как сегодня я знаю, обраковать наследие такого решения, так вот, и, как не таки, обраковать по политической промоции, вы давайте, как судят, нажимаем на бездакт и эволюции. Вы первые, что все, как прямо влезли. У нас тут 11 тысяч человек, и на самом деле это немало. Еще ваше питание, как вы знаете. Будь ласка, так, Зария, пока еще я не варю. Так, будь ласка, давайте прямо в зверь, так, да? Погладно, так. Меня зовут Инар Патченко. Я гражданский активист и эксперт на формию группы социальных реформ АТБР. У меня таке питание. Чи разглядаете ли вы возможность повернутися, ну, партнерами ключи, з реформами децентрализации влады, так, обсяг децентрализации судовой влады? Это когда, ну, те, что касается Немечки и в других странах, когда на местном уровне есть местные суды, которые... И в Бриденскому союзе было трошечки не так, але они назывались Немечки суды, суды, которые обралися, ну, другую громаду. Это люди, которые имеют определенные существенные авторитеты в громаде. И каким громада доверяет... В чем громада доверяет и их освете, и их факту, и стриму их лекционности, и доверяет право в шуте на местах? Який ваша основа не будет. Почула. Даром это называется в Веревей шуте. Если можно вернуть назад микрофону, там есть пан Роман. Вы, конечно, не попросу передать. Прокоментуешь, что вы думаете о вирус-сории, или что это делать в Украине? Это делать доречно, но это можно сделать только через изменения в Конституции, потому что система судебная в сегодняшний день выключена в Конституции, и там были судебные передважные. Но идея эта есть, и она в наших пропозициях, что изменения в Конституции, она же подразумевает. Спасибо. Друзья, пожалуйста, у нас буквально три с половиной хвилина лишилось, вы просто говорите, что это часто, потому что тут уникальное место, где собрались наикраще представители экспортного средств, будь ласка, еще... Да, Аксения Кулина. Просто хотела дополнить и сказать, что по поводу левидации комиссии по защите общественной морали, украинскому бюджету она стоит в этом году 4 миллиона гривен. На лик, так? В этом году. И люди просто занимаются там переливанием из пустого в порожнее, и, в общем-то, это нужно сделать как можно быстрее. Спасибо. 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 И перестали. Спасибо. У меня техническое вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас уже есть загальна позиция щодо внесения закону, змей до закону про прокуратуру, про которую сегодня говорили, в которой уже цели нароки, и что вы имеете такую солидованную позицию щодо просу в новом праве? Я. Закон про прокуратуру уже установленный, но максимально все діло півториума, потому что, по сути, вы были среди тех, кто его поставил, и у вас будет стежка за его усиление. Для того, чтобы на полный запросил все закон, нужно, чтобы изменилась в Конституцию. На жаль, это не надо, даже не из большинства парламента, это зависит от конституционной большинства из 300 голосов. Самое то, что мы сегодня поговорим с всеми представителями демократических сил, чтобы они имели 300 голосов за всю потребность права Конституции. А, Марина. Прошу. Про прокуратуру, на первое. Я просто представляю группу, которая занимается про прокуратуру, за окремо. Напрацювание есть, потому что закон, который писался, не писался, трошки мультирует акции. И это, по сути, что напрацювание есть, и мы планируем зайняться тем, чтобы они далее проведали эти взгляды с ним до проекта, который был принят. Панова, буквально говорили на «Е». Если есть вопросы, пожалуйста, вы сразу представьте себя также. Доброго дня. Тетяна. И что тут меня брала? Рукчезно. У меня вопрос, говоря про коррупцию, в частности, политическую коррупцию и финансовую коррупцию. Это вопрос, которое я, на жаль, пока не думала. И пока у нас есть представители политических сил, хотелось бы почувствовать, какая политическая сила до выборов готова оприлюдить имена своих крупных жертводатцев, тех людей, которые финансировали партию более 20 тысяч рублей. Это первое. Второе. ответственность за такие звити их неподадание, неповну информацию не имеет. что вы готовы изменять правила игры? Это список, первая партия, которая открыла список для иллюстрации, так, не будем спопуливать коллеги из других партий. Я назвал эти призвища, они надрукованы, одноразованными назывались на каждой встрече с выборцами. Это только мы. А, это только мы. Так не называть? А, и, до речи, звит партийной бухгалтерии грамадянской опозиции, ну, как вы знаете, я в партии Демократичный Альянс, у нас с этим тоже, это гаразд, грамадянская опозиция подала вам звитца, подала вам звитца Малерин. Так называли спонсором? Так, Олег Келевец, Венит Макул, Петро Лентяк, Олексій Гаврилов, Игорь Купшин. Пять людей может принимать одну пару? Ни, это наибольшие спонсоры. Питание звучало про тех, кто сделал несколько на 2000 рублей. Дякую. Зрозуміло, Альона Шкрум, Батькищина. Дякую за Ваше питание. Мы это питание выбрали, когда нам попробовали идти, да, до документального списка. Мы выбрали это питание. Да. Зрозуміло, что мы еще не имеем к этой экономической силе. Я говорю, что одна из четыре, мне кажется, которая выбрала свои звитки. Одна из пяти, или шести, которая, ну, дала видосных джерел заставить участие в выборах. И 21-го, если я извиняюсь, это дата выключена не нами, а рухом джерстом. Она открывает своих отней больших спонсоров. У Ваших звитках какие имена были? Да. Уже куда? На сайте Третьщины. Там есть звитки в параллете. Я их обовязково еще раз проверю. Вы их знаете? Можете назвать эти прозвища? Я, конечно, сейчас не знаю. Я, наверное, член партии. И вот мы помогаем, чтобы это было сделано на 21-м числа. Понимаете? Как пояснение, мова идет про промежный финансовый звиток, про находление и использование денег выборчого фонда. То есть, до дня голосования мы увидели, кто стал спонсором перед выборчей кампании. Это же коштово. Дальше, первое. Мы тут на тиждень до выбора хотели увидеть такую информацию из всех политических сил. Мова идет про те, кто спонсоровал такую коштовую речь, как выборы. Сейчас, знаете, много токоров работает в артист одного бюлготу, один бронежилет для наших военных. Мы хотим увидеть, кто покупает эти бюлготы для партии. Светлана Залящук позаду тебе, пожалуйста, микрофон. Дальше. 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 Промежный звиток, согласно законодательству, который есть сейчас, и проведение парламентских выборов. Также мы надали информацию стану, кажется, позавчерашний день о выпечении денег, о количестве денег, о статях выплат, которые были выплатаны партией на эту кампанию. Следующее, что до донора этой кампании, мне поведомил штаб, что было около 400 конкретных людей, физических людей, которые стали донорами этой парламентской кампании. Это большее члены партии, и незабаром все эти призвища будут опубликованы. И последнее, что хочу сказать, вы прекрасно знаете, что РУК «Чесно» стал автором вместе с международной организацией «АйТЕС», это проект 4846, который обязывает и партии, в частности партии, в обовязковом порядке, надзвичайно детально все свои финансовые знания, так же и партии заголовок против Европы, потому что это одно из вопросов, которые не менее регулированы в Украине, одно из самых сильных европейских законодавств. И под ним подписались, до речи, еще тогда кандидаты президента Игоря Рошенко, Игоря Тимошенко, Юлия Тимошенко, Тота Соболев, Тягнебок подписался к этому, Кличко подписался. Мы собираемся довести эту справу до конца и заставить, чтобы этот закон не только был зареєстрованный, а на решті проголосованный. Дякую, Светлана. Есть предложение на этом антикоррупционном частице? Прошу вас до экономической, поскольку это очень важный для жителей сел, мест. На важнейшей реформе, где только можно помазать руками. Пожалуйста, Олег Масик, менеджер РПК, запрошу вас до слова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. законов Украины, и это пропонуется нашим законопроектом 43.3.4 про измену системы регулирования экономики. Яким чином? Одномоментная ликвідация через 365 дней после момента опубликования. Чтобы завязать КАРМИ против этого часа абсолютно на новых законопроектах, новые законопроекты нормы, наступники. Теперь всем уже прожужжали в ухо эфиры про 3G, и у нас был в группе пан Шевкев, когда еще начали с Украины, и в этой ситуации нам удалось вместе с администрацией разработать указ президента про обеспечения умов для проведения современных телекоммуникационных технологий. Но дальше активно блокировали проведения 3G, пытались оставить лишь одну лицензию, что сейчас в Украине как далеко. Но нам удалось, сейчас принята постанова, и мы дальше видим, что безвязь граждан, которые пытаются сдвозить все до этой лицензии, используя разные инструменты, причем пытаются использовать войну, ситуацию и ограничить участие операторов, вважающие их российскими. Но мы считаем, что если мы говорим про приватную власть, про открытый конкурс и про десятки миллионов потребителей, то не можно зараз маніпулировать такими проектами. Необходимо провести открытый конкурс, и мы на этом будем на столе. Податковая реформа. Ну, насправді, це великий цілий сегмент, и мы знаем, что уряд, недавно я за ним приступал, мне запропонували свои законопроекты, которые нам удалось заплаковать. Они не были, слава Богу, внесены на эту прокуратуру. Один произошел законопроект, в котором нужно снять положение, я не скажу, який. Но эти законопроекты ничего не решают. Мы вважаем, что это чистый поиск, их просто нужно снять с розглядом. Не были вообще вредены жертвы пропозиции всех рабочих групп при Кабмине, где работали наши эксперти и другие эксперти. Не была вредена пропозиция Минэкономики, где работала РПР Новая Краина. Поэтому мы вважаем, что реформу в этой сфере нужно начать негайно. Нужно с 22% скоротить до 8%. И не штучно их ориентировать, как это было в этих законопроектах, а просто ликвидировать все другие. Податок на прибуток. Сняти все коррупционные складники. И я тут погоджусь с Анатолием Прецентом, что если это не будет сделано ближе пів года, тогда, наверное, нужно его ликвидировать. Потому что в такой форме, как он сейчас есть, не можно. И то, что предлагал Кабмин спецракунки и грошевое обеспечение, это фактически блокирует все наши оборотные деньги. Взагалі я хочу сказать, что эта реформа дитина с часами Майдана, экономическая реформа, где никакого покращения или руха прогрессивного периода уряда не было. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И поэтому нужно объединять и визначить это как податок, и таким образом снизить его до европейских норм. Наступный слайд. Импортный миф, это за всему другу. Евроинтеграция. Тут стоит церина Люба Акуленко, которая ведет эту реформу. И я тоже буду коротко, может, Люба задать вопросы, а вот это еще додать. Это ключевая реформа. Мы все знаем, что мы все ратифицировали угоду про ассоциацию, все много кричали. Никто не понимает, что принято взагалі, в чем она поляга, и почему на год будет терминована, и что это означает. Так вот я вам скажу просто. Ратификация, взагалі, имплементация угоди, это принятые законы. Можливо, мало кто знает, но на сегодняшний день несколько принятых. Например, принятый закон про безопасность и качество продуктов, в котором революционные изменения ликвидировали втручание санстанции в безопасность и безопасность продуктов. Ей там уже немало. И теперь нужно негайно принять новый орган, который будет контролировать безопасность. Потому что закон введенный действий, санстанция исчезла. Просто я вам говорю про такие глобальные изменения, которые нам дали протискнуть, но дальше новые выплаты. Следующий – это технические барьеры. Принятый закон тоже под тиском нашего стандартизатора метрологии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...